Будет ли повышение пенсии и социальных выплат в 2021 году? Какие изменения произошли в пенсионном законодательстве и в программе материнского капитала? На все эти вопросы на пресс-конференции журналистом республики ответила заместитель управляющего пенсионного фонда Покорачаево Черкесии Ирина Тамбиева. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. На пресс-конференции заместитель управляющего пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбива подробно рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров. В нашей республике их более 87 тысяч. Страховая часть выросла на 1000 рублей и составила в Карачаево-Черкесии 14 453 рубля. При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальная в зависимости от размера пенсии. Размер пенсии у нас определяется с учетом страхового стажа, заработной платы, страховых взносов и пенсионных коэффициентов, которые сложились за всю трудовую деятельность у гражданина. И, следовательно, прибавка пенсии у всех была разная. Это важно, потому что граждане к нам обращаются и говорят, что одни получили столько, другие меньше или больше. Это все зависит, еще раз повторю, от получаемого размера страховой пенсии. Также Ирина Тамбива сообщила, что размер материнского капитала вырос на 3,7%. Важно отметить, что в Карачаево-Черкесии с 2007 года и по настоящее время выдано более 36 тысяч сертификатов на материнский капитал. Теперь же для оформления сертификата не нужно обращаться в пенсионный фонд. Информация о получении материнского капитала направляется в личный кабинет на сайте госуслуг. Семьи с низким доходом, в которых с 1 июня 2018 года появился второй ребенок, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В 2021 году эта сумма составляет 21 900 рублей. Выплату семьи могут получить на получение ежемесячной денежной выплаты до исполнения ребенку трех лет. Здесь, значит, подать заявление можно будет в любое время после рождения второго ребенка. Размер ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала в республике в 2021 году составляет 10 840 рублей. Также Рина Тамбива рассказала о единовременной выплате на детей до 8 лет. Здесь также важно отметить, что если ребенок родился после 1 июля 2020 года и родители не обращались ни за одну из выплат на детей, предоставлявшихся пенсионным фондом в течение прошлого года, то необходимо предоставить заявление самостоятельно. Тем семьям, у которых родились дети после 1 июля 2020 года или те, которые по каким-либо причинам до 1 октября прошлого года не подавали заявление на детей, то им это нужно сделать. Сейчас осталось до окончания приема заявлений буквально пять дней, до 31 марта текущего года. Пенсионный фонд будет осуществлять прием заявлений на детей от 0 до 8 лет. Также это касается тех семей, у которых дети уже родились после вступления в силу указа после 18 декабря 2020 года. В завершении пресс-конференции Рина Тамбива отметила, что из-за пандемии очень востребованными стали обращения через электронные сервисы пенсионного фонда. На прием можно записаться на сайте и получить необходимую услугу, не выходя из дома. Али Халеб Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.